Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о петельках, о проволоке. Маленько ясно снесем, покажу вам свою проволоку, какую я купил, какие петельки делаю. Так, вот я говорил вам, что проволоку купил, вот такую вот, в хозяйственном магазине просто. Сейчас вам хочу показать, как я смотрел ее на крепость. Вот такой примерно длины, вот такой вот примерно, я делаю петельки, вот отрезаю в такую проволочку, кусочек можно сейчас будет замерить, прям по рулеточке, сколько. Я еще покажу, ну 85 получается, 87 сантиметров получается. Покажу, как делаю петли. Так, остановились на проволоке. Значит, это проволока. Как проверить проволоку на крепость? Берем вот так вот, загибаем жучочек вот пополам. Когда заяц попадется, попадается, обычно вот крючатся, вот такие вот жучки делает. И гоняем туда-сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, на пятый раз еще до этого, раза два, наверное, сделал. Ну, я думаю, нормально уже, в принципе. Проволока. Мы еще попробуем, еще не хром сейчас, так же крутим. Вот еще одна проволока. Вот эту проволоку я вообще нашел. и обратил на нее внимание просто. По-моему, она точно такая же, как я купил. Ее тоже забрал. Сейчас мы попробуем ее на жучок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вот, смотрите, вот эта еще крепче. Тоже хорошая проволока. Значит, не зря я ее взял. А про эту проволоку я увидел ее. Ребята купили. Я увидел у них, спросил, где купили. Тоже пошел туда. Прошло некоторое время, я спрашивал, как. Они ее делали вдвойне. Скручивали вдвойне, делали петли. Говорит, отрывает. Ну, я не знаю, как бы это... Я попробовал. Я просто делал близко к дереву, ставил, так же, на коротенький повоточек. Места такие выбирал, ну, чтобы заяц сразу закручивался и душился. И у меня было, в принципе, все нормально. Да, были, все равно были отрывы, да, ну, без отрывов никуда. Что-то все равно иногда происходит, что отрывается. А так проволока нормальная. И вот, кстати, насчет зайцев. Зайцы у нас беляк. Ну, они такие крупные. Так, а для тех, ребята, у кого зайцы крупные бегают, и эта петелька будет явно тоненькая, я думаю, можно вот такую проволоку можно вдвойне сделать. Попробовать ее вдвойне. Если не выдержат, то тогда уже делать втройне. Так, давайте теперь проверим нехромовую петлю. Так же ножучок. Возьмем ее. Вот ровное место. Нет, порчено. Я ничего, я вам сюда маленечко поближе возьму, чтобы не портить. Раз, два, три. Вот, на третий раз сломалась. Вот о чем это говорит. О том, что, возможно, та проволока у меня еще крепче, чем нехром. Нехромовая петельки. Нехром. Вот этот жесткий нехром. По-моему, встречался мне. Был мягкий нехром, хороший. Удобно было. Не играл. Ничего. Этот играет. А вот эта петля, взял ее, согнул, она так и осталась в любом положении, как захотел. Так, кто-то спрашивал, как петли делать, как вот эту вязать петельку саму. Смотрите, вот, я просто пальцами беру и все делаю. На нихроме так, наверное, не сделаешь, там без пассатиж не обойтись. И все, докручиваем. Насчет вот этого, кто-то оставляет его, чтобы он впивался в шею, вот эта вот штука. Не знаю, я никогда не делал. Сколько смог, руками закрутил. Все. Замочек готов. Вставили. Вот у нас готовая петелька. Сейчас мы ничего не будем ее делать, уже на месте, об дерево мы ее доработаем. Она форму примет. Сейчас, видите, она вся квадратная. А на месте уже об дерево оботрем ее. Ну, такие петельки делаю. Ну, достаточно. Достаточно. Вот. Все, петля. Моя ладошка. На принципе-то, видео на канале есть, где я расставляю петли. Также есть и результаты. Все. Вот готовая петелька. На земле я ставлю вот на такой высоте. Руку мою вот так вот. И вот поближе к дереву вяжу. Если не получается, беру потаск, ставлю и все. Есть еще такой вот прикол. Не знаю, но я ни разу не пробовал. Ну, пробовал ставить, но ловить не ловил. Чтобы петля назад не сдавала, делают вот такие вот петли. С таким вот замочком. Посмотрите, какой получился замочек. Получается, я в эту петельку сделал из петли еще одну петельку. И то есть, получается, если он задушится, она как бы не должна, по идее, назад ему дать. Сдачи не должна ему назад сдавать. Все. Ну, я так никогда не делал. Ну, или делал, но ловить не ловил. Все обычно простым методом. Все, петелька готова. Скрутил ее так аккуратненько. Вот у меня готовые, навязанные. Такие пачечки вяжу. Тут штук 10-15. Тоже вот говорят, куда столько петель ставить. Куда столько петель ставишь. Если ты идешь в тайгу, в лес, там, не важно. Ты хочешь что-то добыть, и нужен результат, чтобы с пустым рюкзаком домой не вернуться, то надо раскидать уже, что 20-30 петель. Ну, то и 40. Ну, ты добудешь два зайца. Все равно, не в каждую же петлю. Не все такие великие охотники. Дерцу узала, чтобы в одну петлю поставил, в одну петлю зайцев поймал. Так что, примерно так. Вот эти уже петельки в работе были. Видно. Тоже не связанные. У меня вот это с собой все нашел. Зачечки. Вот это вот беру с собой из этой же проволоки. Так, на всякий случай, где-то что-то подвязать. Все равно это нужно. А еще хочу что сказать. Если вы ходите, петли ставите на зайца, если у вас бегает соболь, если живет в ваших районах соболь, таскайте с собой капканчик. Два даже. Не ленитесь. Если заяц попадет в петлю, он будет орать, соболь услышит, придет и начнет его хавать. А вы пойдете проверять. Ну, сразу тут же ему капканчики воткнете. Можете прямо на земле поставить, возле зайца так, пушком этим замаскировать маленько. Он может второй раз придет. Ну, это же рать. Если нету, нажерть. Ставьте рядом. На канале есть видео, как поставить капкан. Заходите, смотрите. Там я все объясняю, все показываю. Так, сейчас откусим. Сейчас попробую скрутить. Скрутим петельку, сделаем двойную. Ну, вот. Это вы, если вот такого матка будете делать, то у вас не будет вот так. Здесь будет целый. Также берем, делаем петельку, заматываем. Здесь уже толстенькая получается. Можно пассатижами, пальцами уже не закрутишь. Ну, если вот так вот крутить, я бы, наверное, гвоздик взял бы какой-нибудь вот так. На гвоздик бы надел бы и все, и закручиваем. Ну, тут у меня получилась одна струна коротенькая. Так что я сейчас прямо руками закручу. Сильно так тоже накручивать необязательно. Да, не хром его, блин, тоже не достанешь уже так. Просто эту проволоку вот, она явно дешевле, чем не хром в магазине. Так она вообще, эта проволока, она и в хозяйстве, и хоть где пригодится. Так, ну, это совсем у меня уже была коротенькая. Ну, это так, просто, как для образца. Ну, что, смотрите, что получилось. Я считаю, тоже нормальная, в принципе, петля на зайца. Толстенькая такая, маленькая, конечно. Ну, говорю, мужики ловили такую вот, делали двойную. Все, петля готова. Вы также можете точно сделать. Также, кто спрашивал, тонкий не хром. Ну, возьмите, скрутите его вдвойне, да и все, вот в такую вот. И все будет у вас нормально. Не хром, любую проволоку. Откуда вам можно добыть проволочки? Такие вот. Есть троса, толстые троса. Расплетаете, рубите по метру, там, поменьше, ну, сколько примерно, уже под петлю рассчитываете, 82 сантиметра, да, у меня 85-80. Рубите. Там, смотрите, трос будет, если старый, естественно, у вас, то он потертый будет. В некоторых местах потертый, приплющена, прям проволочка будет приплющена в этой обмотке. Будут жилы, должны быть внутренние жилы. Берите внутренние жилы и их вот так вот скручиваете, прямо как друг к дружке она у вас вот так скрутится, прям плотненько будет. Ну, в кольцо в такое плотное. И в печке отожгите, вытащите, пускай она сама остынет, не надо, ни в снег, не кидайте, ничего. Все, она сама остынет, все, потом разматываете и делаете, и у вас будет мягенькая проволочка. Но только запомните, смотрите, что там есть такие потертости, ну, то ли друг от друга, то ли как там получается, я не знаю. поэтому жилки надо выбирать вот внутри, которые идут, там они примерно будут с мизинец, наверное, такие жилы, там их по 7 штук или по сколько проволочек таких, уж не помню. Ну, тоже делал, я из троса делал, добывал оттуда проволочки. Ну, собственно говоря, и все. Что еще хочу, друзья, сказать, переходите на мой канал Дзен, там у меня все, основное видео, и все буду туда выкладывать, про зайцев, что буду снимать, тоже буду туда выкладывать. Переходите в Дзен, подписывайтесь, там фотографии у меня есть, таежные. Ну, все, всем спасибо, кто досмотрел до конца, удачной охоты!